Не-не-не, не надо. Ты что-то, чего такая бешеная? Башкевичу можно это сказать? А мне нельзя это сказать. Блин, меня сравнили с Алексеем. А я начинала с проституции. Жесткая вещь. Журналистика меня всегда интересовала. Очень сильно. И мне всегда очень хотелось чем-то подобным заниматься. Но мне твердо в семье решили, что вот я не знаю английского языка. Вот я там еще что-то там тысячу причин нашли. Сказали, нет, тебе туда не надо. Ну, как-то меня убедили в том, что у меня это не получится. А так получилось, что я вообще сама из Борисова. И, ну, скажем так, то, что происходит за МКАДом, это уже свой такой тесный токсичный мирок, где люди варятся, особенно в маленьких городах они варятся, в чем-то им не хватает развлечения. И просто был создан паблик ВКонтакте, собственно говоря, женский. Он был закрыт, туда сразу набежало очень много девушек из Борисова. Абсолютно различных слоев, абсолютно различных, как сказать, возрастов, взглядов и все такое. И просто как администратор паблика, даже как редактор, можно сказать, у нас было сколько? Четверо человек, девушек. Мы ввели этот паблик на абсолютно женские разные темы. Паблик в итоге набрал 30 тысяч человек. Я написала пост о том, что я хочу найти людей, которые занимаются проституцией. Мне откликнулось очень много девушек, очень много девушек. И у меня получился очень такой большой материал. И он именно глубокий получился. Про то, как я пришла в проституцию, он так и назывался. И я просто написала тогда Насте Роботко. Я тогда почитывала ку-ку. А у них как раз произошло там, ну, кризис какой-то был немного. Я такая говорю, я не знаю, понравится тебе, не понравится. Ну, может быть, что-то вот есть. Она мне не отвечала долго. А потом мой материал сбросил наш общий знакомый Андрей Диченко. Вот. И вот это было, можно сказать, первым моим вот таким опытом. Меня много кто вот не очень любит за то, что нельзя активизм и журналистику смешивать, вот они говорят. Да, потому что ты там можешь где-то нейтрально там что-то. Если материал, например, связан с какой-то женской частью, мне очень сильно помогают знакомства администраторов пабликов, ну, феминистического там характера. Такие, скажем так, миллионные паблики уже, они без проблем выбрасывают поиск какой-то, дают мой контакт кому-то. И я вот смотрю, что люди комментируют, например, и у меня бывает прямой контакт. Вот там, например, пишут, что я тоже с этим сталкивалась, там, вот не знаю, как это пережить. Я пишу сама этому человеку, что вы можете про это рассказать, если хотите, вот есть помощь, вот есть психолог такой-то, да, вот, и какие-то свои знания пишу. Твои истории там выдуманы, еще что-то. Скажу честно, раньше меня это цепляло, а сейчас вообще мне настолько вот плевать на это, потому что я знаю, что они не выдуманы, это во-первых. А во-вторых, ну, вот этого никуда не деться, да, вот это наша реальность, жуя-то. И я как-то это стараюсь, ну, то есть никак. Ну, сейчас я еще стараюсь уговаривать все-таки людей, там, на фотографии хотя бы рук, ног, чтобы, ну, не было вот такого. Вот недавно был подросток, который, бывший подросток, который рассказывал, как стал торговать наркотиками. И там вообще он такие вещи рассказывает. Я ему просто говорю, можно хотя бы вот эту часть тебе сфотографировать, для того, чтобы люди поняли, что это хотя бы какая-то реальность. Есть такие материалы, которые, ну, я не могу открыть имена героев, потому что они не просят этого. А я знаю нашу, как говорится, Беларусь, потому что затравить человека очень просто, скажем так. И страна маленькая, и вообще слух распространяется быстро. Ну, я бы не сказала, что их на свалку нужно. Я бы сказала бы, что им нужно хорошенечко подпустить, скажем так, как людей, которые могут сделать это лучше. Просто другой вопрос в том, что они этого делать не хотят. И тот же, например, телевидение, да, это прекрасная вещь, которую не стоит на свалку бросать. Просто дело в том, что в телевидение ты не пойдешься. Меня оттуда никто не возьмет. Меня туда позвали два раза, но я отказалась. Просто потому, что первый раз позвали, я сходила на предабортную консультацию, записала этот диалог, получается. И меня позвали. Но он-то, я думаю, что это город женщин, или что, какая такая фигня. Я понимаю, что сейчас меня так нарежет там. И я понимаю, что это телевидение, оно не в том виде, в котором хотелось бы, в котором, чтобы оно было. Но когда это произойдет, я, как бы, условно говоря, не знаю, когда уйдет эта цензура. Но я бы не пошла. Ну, сейчас я бы туда, конечно, не пошла бы работать. Для меня даже есть какие-то вот такие вот штуки. Вот, например, заморочки такие какие-то. Вот, например, Lady To Buy. Я понимаю, что это огромный портал. И я понимаю, что всем нужны просмотры, на вентилятор там кидать и все такое. Но когда это пишется каким-нибудь колумнистом про, вот, я же матери, вот это вот, ну, такие штуки, вот, которые очень чувствительны в обществе. И я бы хотела бы, возможно, что-то для Lady To Buy написать. Но я не буду принципиально туда писать, пока вот это не станет... Пока это создает площадку травли, буллинга, вот этого вот всего. И я их сколько раз тегала в комментах, что, пожалуйста, не надо такое делать. Ну, не надо. Вы таким образом только себя, ну, как-то унижаете, что ли. Ну, вот, ну, можно сказать, что я не считаю, что это нужно на свалку. Я считаю, что это нужно все как-то делать иначе. Но на данный момент сейчас бы я бы туда никуда не пошла бы, конечно. Да меня не позовутся. Это хорошо. И это мы буквально вчера ввели дискуссию про то, что все-таки за соцсетями медийная повестка в будущем, чем за сайтами. Это просто шикарная возможность поднять проблему. Это просто шикарная. У меня, кстати, бывало такое, что я, например, в ВКонтакте в поиске ввожу какое-то слово, условно говоря, сталкинг, и мне выбивает пост какой-нибудь девушки про то, что я столкнула с сталкингом, там, ну, у нее какую-то боль. Незнакомая девушка абсолютно, там, не из Беларуси. То есть я в прошлом году выступала на TED-е с темой о том, что через соцсети можно поднять проблемы так, что вообще. И я приводила пример вот даже с трагедией зимней вишней, что люди через соцсети самоорганизовались, у нас еще даже белые шарики пускали, флешмоб. То есть это не было нигде сказано, как там официально объявлено. Просто через соцсети люди сами самоорганизовались. Это очень круто, но в то же время это дает просто невообразимую площадку для буллинга, травли, я не знаю, для высказывания, это же мое мнение, таким манипулятивным, горячим, никакой фактуры не подточенной. Хотя я скажу честно, я сама иногда грешу манипуляциями, но пытаюсь от этого избавиться и работаю над собой. Я даже для себя как-то чекала в инстаграме чиновников наших белорусских, и это такое днище, они так себя спаливают иногда во многом. Просто вообще, когда женщина с пистолетом фоткается, еще что-то, ну такие вот штуки, да. И я думаю, блин, ну почему вот нет вот этой темы, для того, что постят в инстаграм, и это же ведь инстаграм, это же прекрасная просто площадка для того, чтобы зацепиться за что-то и начать какое-то расследование. Я как-то, кстати, в одноклассниках нашла брата Шуневича, но это давновато, правда, было, и он выставил эту машину и написал, подарок от братика. И я так думаю, блин, это же такое прекрасно. Но потом, видимо, ему сказали, что не надо такое постить. Мне бы очень хотелось, чтобы журналистика как-то оплачивалась. Мне бы, конечно, очень этого хотелось. Я понимаю, что это сложно, и я понимаю, что нужно как-то привлекать, возможно, IT-сектор в это все дело, потому что я очень восхищаюсь тем же заданием, такие дела, например, и они же как-то себя финансируют, и мне очень нравится их формат в том, что, несмотря на всю боль, они доносят как-то это красивой визуалкой, ну, такой вдохновляющей. Что-то такое бы хотелось бы, возможно. Вот. Ну и хотелось бы, конечно, больше свободы слова. Мне бы очень хотелось бы отойти от желтушных заголовков, например, да, ну, потому что это жесть, я сама на них пострадала, я перестала сотрудничать за Виллаж Беларусь, потому что, получается, мы участвовали с Сашкой, со своей дочкой в фотопроекте, мы среди вас, это против стигматизации людей с вич-положительным статусом. И тут я смотрю, выходит, статья, новость на Вилладже, наркоманы, проститутки и другие вич-положительные люди открыли свои лица. Я захожу, там, фотка Саши, ну, это моя уже, ну, как бы она несовершеннолетняя. И я вообще там такой срач развился, я просто стала, ну, писать о том, что, ну, как можно такое делать? Ну, как? Ну, вы же таким образом, вы же в опасность ставите тех несовершеннолетних, ну, не только моя Саша была там, из несовершеннолетних, вы таким образом ставите, ну, несовершеннолетних в опасное положение. На что мне был ответ, если ты против стигматизации вич-положительных, ну, вич-плюс, то почему ты не можешь себя назвать вич-плюс? Ну, вот такое какое-то. И мне бы хотелось вот от этой необразованности, мне бы хотелось бы, да, не сделать какое-то, начать делать какие-то такие материалы, которые заполняли бы эту нишу, во-первых. Во-вторых, мне бы хотелось бы, конечно, новых каких-то форматов, ну, и хотелось бы очень что-то делать такое, что типа, можно было бы назвать гражданской журналистикой. У нас вот такая вот сейчас журналистика, то есть, если ты все сделаешь сам, больше на энтузи... Ну, я от себя чувствую, что больше у меня на энтузиазме что-то чувствую, ну, что-то делается. Вот даже про наркотики мы там снимали видео, да, про 328 в прошлом году, что там вообще вот после этого на меня очень много хейта было, прям вообще... Вот только выпускается материал, а он еще набрал, блин, там около 300 тысяч просмотров эти материалы, ну, там вообще огромные такие просмотры были, и он только вот выпускается этот материал, и сразу же у меня там в личку, вот вообще просто дичь какая-то начинается, какие-то незнакомые люди пишут какие-то фейки, какая-то еще ерунда. И вот единственное, что тогда мне были родные сказали, что, послушай, ты как бы поосторожней, ну, мало ли что, ну, нам же тебя потом содержать в местах лишения свободы. Раньше я думала, что как бы, ой, ну, нет, у нас там все там поровень, все там ругаются друг с другом, еще что-то. Но когда произошло вот дело Белты, и я посмотрела на поддержку даже той же Золотовой, я хочу сказать, я поменяла мнение, возможно, его просто нужно более как-то укрепить. И все мы прекрасно понимаем, что все мы сейчас в уязвимом положении, и в те же сайты, потому что сейчас можно, ну, за что угодно заблокировать, и с комментариями, и это вот вся ерунда была. Мне очень было приятно, когда приехали знакомые ребята, Молоко Плюс получается, в пресс-клаб. И мне было очень приятно, когда стали писать вообще вот журналисты, знакомые, незнакомые, стали спрашивать, не задержали ли тебя, ну, не знали, что мы с ребятами знакомы. И когда Баш там отписался мне про то, что вот, ребята, отпустили, там, еще что-то, и я вот тогда почувствовала некую такую слетанность. Я просто считаю, что нужно работать в направлении, еще больше укреплять вот это. Я была вот удивлена, когда вот Золотовое вот это вот все происходило, и я была просто удивлена вот этой некой такой солидарности. и я даже как-то думала, знаете, про что, что вот не дай бог там, что такое плохое громко случится. И я такая думаю, я была уверена, что вот это поднимется, этот вопрос, и что люди придут, поддерживают. Они вроде такие политичные, модники там, но вместе с тем я просто балдею от их какого-то другого подхода, от их, скажем так, трезвого взгляда, от их... Мне очень нравится тот момент, что я очень много возмущала, что у нас медиа мало пишут для подростков. И вот я очень надеюсь, кстати, на вот это поколение. Я даже смотрю сейчас на вот этих вот 18-летних, 20-летних. Я просто была на пан-концерте, где ребята из Беларуси, они делают пан-концерт для того, чтобы помогать котикам, собачкам, заключенным, там, еще кому-то. Ну, то есть они сами это делают. И это очень круто. Это настолько круто, что вообще это настолько вдохновляет. Я просто смотрю на них и думаю, боже, какие же вы крутые. Мне даже интересно, какое, что будет лет так через 10-20, когда они вот станут такими, ну, 30 лет где-то. Экзистенциальный кризис, говорится. Когда вот самый такой пик, когда прет. И вот мне вот интересно, мне кажется, это будет очень переломный момент, как в культуре, так в политике, так и в экономике Беларуси. Все, что я сейчас сделаю, это в том числе и мой вклад в воспитание ребенка. Вот, я очень хочу, чтобы она понимала, где она живет. Я очень хочу, потому что у нас очень токсично общество, я считаю. Вот даже сегодня в школе я просто фигею от того, как относятся к детям вообще в обществе и в школе в том числе. И мы с ней вышли, и она мне рассказывает, и она начинает анализировать, и мне вот это нравится. И то, что я делаю, я ему объясняю, что я делаю в первую очередь для нее. не для Беларуси, для общества и прочего. Я это делаю в том числе и для нее. Она сидит рядом, словно говоря, я там картинки, какие-то карточки делаю с Игрой престолов. Вот. И я ей объясняю это, и она это все впитывает, и для меня это важно. Моя мама везде у меня на фейсбуке, например, она у меня заблокирована. Вот. Потому что я знаю, что она такая, начнет переживать. Но моя мама была очень сильно огорчена тем, когда я стала поднимать тему 3-2-8. Она была очень сильно этим огорчена, она очень боялась, она просила этого больше не делать. И в некотором случае я даже ее где-то послушалась, в каком плане я стала не так часто это делать хотя бы. Ну, потому что там выходили материалы через там неделю, новый был. Я стала не так часто это делать. Ну, вот, вот такие были проблемы. Ну, у них больше страх такой. Страх того, что у всех у нас страх. Страх того, что ты ж пойми, они ж там, если нужно что-то, они ж ворвутся и не посмотришь, что у тебя там ребенок там напугать, там еще что-то вот такое. А с другой стороны, с другой стороны, вот, кстати, вот после дела золотого у меня началась какая-то такая вот уверенность больше. Я такая думаю, а с другой стороны это же все освещает. Ну, я не останусь одна. Я верю, что я что-то новое сделаю. Как бы это может самовлюбленно звучит, но я это чувствую. Вот я не знаю, почему я это чувствую. И, конечно, мне очень хочется стать личным примером для Саши. Мне очень хочется стать личным примером, потому что это очень важно. Сейчас, находясь вот под 30 лет, как бы мне, я понимаю, что насколько важна все-таки семья жизни человека и насколько важно место, куда ты можешь прийти, там, в 3 ночи, накрыться пледом, в каком бы ты состоянии ни было, на тебя примут в любом виде. В любом виде. Саши. Продолжение следует...